Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Мы с вами на портале exeget.ru. И сейчас мы с вами поговорим о неканонических дополнениях в канонические книги. Как вы знаете, в православных изданиях Библии есть неканонические книги. В нашей Библии их всего 11. В католических изданиях Библии, которые тоже печатают эти дополнительные книги, их чуть меньше. Но сейчас мы с вами поговорим не о них, мы поговорим о тех дополнениях, которые есть в канонических книгах, но в то же время они не входят в иудейский канон. Эти дополнения есть во второй книге про Альпомен, есть в Псалтире, в книге Эсфирь, в книге Иова. Но самые объемные, самые большие находятся в книге пророка Даниила. Их там три. Это «Молитва Азария» и «Песня трех отраков», это «История Сусаны», о которой мы сейчас поговорим, и «История о Виле и драконе». Итак, история о Сусане можно назвать одним из древнейших детективов, которая рассказывает о такой вещи, как «Перекрестный допрос». Итак, евреи находятся в Вавилонском плену. Один из евреев, которого зовут Иаким, имеет сад, в котором собираются евреи, в том числе старейшины, и у него есть жена, которую зовут Сусана. Она благочестивая, она красивая и, в общем, все хорошо. В этот сад, на эти собрания ходят два старца, которые видят Сусану и испытывают к ней сексуальное желание и начинают ходить в этот сад, чтобы за ней подсматривать. И вот однажды они встречаются, и рассказывают друг другу, что они горят похотью к Сусане, и, в общем, они начинают ходить вместе. И вот однажды они видят, что Сусана пришла в сад для того, чтобы искупаться, совершить омовение. Сусана остается одна, служанки уходят, и два старца подходят к Сусане и требуют, чтобы она им отдалась. Она, естественно, отказывается. Они ей угрожают, что все кончится очень плохо, она все равно отказывается, потому что она верующая, она боится Господа. И эти старцы кричат, прибегают слуги, и они объявляют, что они видели Сусану, как она отдавалась какому-то мужчине, который убежал. И они его не узнали. Сусану быстро судят, верят этим старцам, и Сусану ведут на казнь. Во время вот этого следования на казнь эту вот процессию останавливает юноша по имени Даниил, который и как раз требует, чтобы провели перекрестный допрос, развели этих старцев и спросили, где же все-таки это происходит, где это происходило. Старцев разводят. Сначала одного спрашивают, где это происходило. И этот старец называет дерево, под которым это все произошло. И вот в славянском и русском тексте этого невозможно было передать, там идет игра слов. Называется дерево, и называется действие, которое совершит Господь над вот этими, над вот этими, над этим старцем. Он говорит, фисташковое дерево, там, Господь тебя рассечет, там, под дубом, там, Господь тебя, там, тоже накажет. Вот, это игра слов, она невозможна ее передать на русский язык. Всем становится ясно, что старцы лгут, их в конце концов казнят, а Сусанна освобождена, она прославляет Бога, и все прославляют мудрость для него. Все, точка. Вот такая история. Это, конечно, история такая очень драматичная, она так ее читать интересно. Да, действительно имеет такую завязку, дейутивную завязку. И поэтому эта история, она вошла в искусство, существуют картины про Сусанну. В общем, это известная история. Вопрос, кто написал эту историю? Значит, вот какая проблема. Значит, если бы это была бы книга про Даниила и написанная самим Даниилом, то, скорее всего, этот текст все-таки сохранился, и он бы не пропал. Потому что, если бы он был бы от Даниила, он бы, скорее всего, все-таки дошел бы на нас, и никаких вот этих вопросов о неканоничности этой книги бы не было. Неканоничности этого отрывка не было бы. Значит, но его не было. Значит, поэтому толкователи сходятся во мнении, что это не Даниил, а кто-то другой. Значит, первый, кто поставил под сомнение, то есть историю, ее каноничность. Это был человек, которого звали Юлий Африкан. Он писал Оригену и перечислял аргументы, почему это не Даниил. Он говорит, что вот посмотрите, евреи живут слишком хорошо в плену. У них есть свои органы управления, которые могут выносить даже смертные приговоры, чего не могло быть при Вавилонском плене. Далее уже обращается к самому Даниилу. Про Даниила известно, что у него были видения, и он видел сны. А здесь прямо пророческое действие. То есть, он выступает именно как пророк, а не как апокалиптик. И поэтому, скорее всего, это не Даниил. Ну и указывается на вот ту вещь, когда идет игра слов. Название дерева и название наказания. Ориген отвечает своему собеседнику, и он говорит, что, возможно, этот текст просто потерялся. Он говорит, что также возможно, что все-таки эта игра слов есть и в еврейском языке, но он ее не знает. Поэтому ничего не может сказать. Поэтому уже из древности ставилось под сомнение авторство Даниила. Кто, когда это написал? Сам текст это не позволяет нам сказать, но можно предположить хотя бы по какому поводу был написан этот текст, или почему он был зафиксирован. Однажды между саддукеями и фарисеями шел спор о свидетелях. Вот свидетелях на суде. А там какая ситуация? Сын одного раввина обвинили в преступлении, и его повели на казнь. Вот когда его ввели на казнь, свидетели отказались от своих показаний. И надо пересуживать. И самое интересное, что вот этот сын этого раввина, он даже говорит, а так нельзя делать. Закон требует исполнять все, а нельзя так пересуживать. И поэтому встал вопрос, а что делать лжесвидетелями. Значит, саддукеи были более мягкие. Они считали, что лжесвидетелей нужно наказывать, но не строго. А фарисеи, наоборот, требовали более строгого наказания, в том числе и смертной казни. То есть вот даже если они лжесвидетели, и вдруг открылось, что все-таки человек там невиновен, то лжесвидетелей нужно было казнить, даже если никто не погиб. Если прочитать эту историю, и с чем закончилась история с этими двумя старцами, то нам известно, что их казнили. Поэтому, скорее всего, здесь изложена позиция фарисейская, более строгая. Это происходило где-то во II веке, и поэтому мнение некоторой части исследователей говорит о том, что вся эта история была написана где-то во II веке, уже после или во время составления древнегреческого перевода Ветхого Зайта, который называется Сиптуагинта. Теперь немножко про толкование этого текста. Значит, если читать этот текст, то можно, ну как бы, особой сложности в толковании нет, в понимании его. Все достаточно ясно. И поэтому святоотеческие авторы, если обращались к этой истории, то они особо не толковали, но когда говорили про Сусанну, всегда говорили, вот образ целомудрия. Она готова даже пойти была на смерть, только бы не нарушить этот целомудрие. Также здесь прославляли Даниила как разумного юношу и человека, который спас невинного. Здесь что свидетельство его пророческом призвания. Вопрос языка, он продолжает оставаться таким вопросом, спором, на каком-то все-таки языке было написано. Чаще всего говорят, конечно, про греческий, потому что тут есть вот эта игра слов. Был создан такой интересный, интересная реконструкция на еврейский язык, где как раз вот эта игра слов сохранилась. Поэтому все равно остается вопрос, на каком же языке был составлен этот текст на греческом или на еврейском, или на рамейском. Вот такая история, такая достаточно интересная, увлекательная. Напомню, что это считается первым детективом. История о Сусане, которая находится в 13 главе книги пророка Даниила. Это не каноническое дополнение в каноническую книгу. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Тобыкин. Мы с вами были на портале exeged.ru. Спасибо за внимание. Всего доброго. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok